В администрации района состоялось торжественное мероприятие, посвященное чествованию молодежи района. В этом году 38 студентов различных вузов страны получили стипендии имени Тимбота Магомедовича Кирашева, выдающегося земляка, чье имя стало символом успеха и стремления к знаниям. Розно 32 года назад в целях выявления способной и талантливой молодежи, их поощрения за отличную учебу в высших учебных заведениях, а также для выкалечения памяти нашего знаменитого земляка была учреждена данная стипендия. Главные герои нашего мероприятия – умные и талантливые, веселые и творческие, прилежные и теми стремленные представители молодого поколения. Вы еще только студенты, но вы уже гордость района. Стипендию сегодня получают студенты-отличники вузов различных городов нашей страны – Москвы, Ростова, Нагану, Краснодара, Армавира и вузов республики Адыгея. Дорогие ребята, среди вас немало студентов, которые получают стипендию ежегодно. Это, конечно же, не может не радовать. На мероприятии присутствовали молодые, амбициозные и талантливые ребята, которые своими достижениями уже внесли вклад в развитие общества. Глава района Заурха Мирзов и председатель Совета народных депутатов Александр Брянцев поздравили студентов с их успехами и пожелали им дальнейших свершений. Многие из вас традиционно уже ежегодно получают кираж из стипендию, что не может не радовать, потому что стабильно за этот, не знаю, мастерство. Хотел бы, ребята, всем вам пожелать упорства, удачи. Я, наверное, все время повторяюсь, но хотел бы вам сказать, что прежде всего, вот отлично, что нужно вам сомнить. Потому что, поверьте моему опыту, это прежде всего пригодится к вам. Сегодня органы государственной власти, бизнес, испытывают острейшую нехватку в полифицированных кадрах. Сейчас у нас есть замечательная программа по поддержке именно молодых кадров, молодых специалистов. Вот мы ни на себя не пропускаем ни одной федеральной программы, мы готовы поддержать каждого из вас. Не важно, где вы в жизни состоитесь. Если вы вернете сюда, в район, мы все очень-очень будем вам рады. Если вы состоитесь в другом субъекте, то же самое. Поэтому хотел бы вам всем пожелать, чтобы вы по жизни поменьше ошибались, делали правильные выводы, удачи, успехов. И вот эту надежду, которую вы носите в свое душе, чтобы она у вас всех-всех сбылась. Спасибо вам за ваш труд. Я считаю, что на сегодняшнем, на вашем именно этапе жизни, вот те достижения, которые вы показываете в учебе, результаты, это являются вашим трудом. В дальнейшем будет выбор места работы. Я уверен, что тем важным знанием, которое вы получите в высших учебных заведениях, по месту обучения, несомненно, вам пригодится. Дерзайте, будьте всегда такими, будьте любознательными, всю жизнь учитесь. Нет предела совершенства человека, нет предела знаний. Все это настолько широко и глубоко, что, знаете, всегда учиться никогда не поздно. Удачи, дорогие ребята. Начальник управления образования Асяд Берзегова также поздравила студентов, отметив их достижения и трудолюбие. Дорогие друзья, уважаемые родители, педагоги, руководители ваши, которые с вами сидят, рады приветствовать всех сегодня в таком составе. Наш золотой фонд, можно сказать, Кашхабского района. Если вы уже здесь находитесь, ребята, это говорит о том, что вы своим ежедневным работливым трудом прослабляете Кашхабский район и добиваетесь целей. А вы знаете, чью стипендию номинальную получаете, да, от администрации ежегодно Кашхабского района? Темгота Магомедовича Керашева. Все, наверное, прошли через его произведение. Он говорил в своем одиноком всаднике, если помните, достигнутая мечта уже не мечта. Поэтому желаю вам шаг за шагом, мечту за мечтой осваивать. И где бы вы ни были, чьи бы просторы не осваивали, корни ваши с Кашхабского района о вас будут говорить, как о выходцах Кашхабского района, мы вами будем гордиться всегда и везде. Желаю вам, чтобы ваша дорога к счастью была длинной, долгой, не очень легкой. Если она очень легкая, то мало ценится. Чтобы встречались вам преодолимые препятствия, чтобы вы достойно проходили через все. И удачи вам в дальнейшей учебе. Тем, кто продолжает учиться дальнейших успехов в учебе, а тем, кто уже закончил и начинает свою трудовую деятельность, тоже желаю добиться высоких результатов в своем труде. А теперь, друзья, настало время непосредственно перейти в церемонии награждения. В соответствии с поражением главы администрации муниципального образования Кашхабский район от 19 августа 2024 года номер 312 стипендию имени Тимбота Магомедовича Киражева по результатам 2023-2024 учебного года получали Адгейский государственный университет, факультет адгейской филологии и культуры, Коконова, Русета, Руслана. Пятый курс – средняя общеобразовательная школа номер 3. Сизор Молодин Мухтазович. Первый курс – средняя общеобразовательная школа номер 6. Шаканова Милана Назировна. Третий курс – средняя общеобразовательная школа номер 5. Экономический факультет – Черчукова Саида Вячеславовна. Первый курс – магнистратура – средняя общеобразовательная школа номер 11. Факультет педагогики и психологии – Василиева Диана Викторовна. Четвертый курс – средняя общеобразовательная школа номер 1. Исторический факультет – Кабардаев Марат Рашидович. Первый курс – средняя общеобразовательная школа номер 1. Шорова Лавура Беслановна. Второй курс – средняя общеобразовательная школа номер 1. Факультет иностранных языков. Тихохова Самера Казбековна. Второй курс. Третья общеобразовательная школа. Номер 5. Борсова Диана Казретовна. Третий курс. Средняя общеобразовательная школа. Номер 1. Юридический факультет. Кирефова Магина Русланова. Первый курс. Средняя общеобразовательная школа. Номер 1. Факультет социальной технологии и туризма. Брандта Вадана Муратовна. Четвертый курс. Средняя общеобразовательная школа. Номер 5. Майковский государственный технологический университет. Лечебный факультет. Дича Вальяна Аслановна. Четвертый курс. Средняя общеобразовательная школа. Номер 1. Кагарегова Далина Ибрагимовна. Пятый курс. Средняя общеобразовательная школа. Номер 1. Кагарегова Далина Ибрагимовна. Тридцкий курс. Средняя общеобразовательная школа. Номер 1. Бахиха Басуанда Амирьевна, третий курс, средняя учебывательная школа номер 5. Идук Сальбистор Бевич, второй курс, средняя учебывательная школа номер 11. Касанов Султан Рустанович, пятый курс, средняя учебывательная школа номер 3. Факультет экономики и управления, Чужова Джанета Аминовна, второй курс, средняя учебывательная школа номер 5. Кубанский государственный медицинский университет, факультет повышения квалификации и профессиональной подготовки специалистов. Гарштова Дарина Руслановна, один актуал, средняя учебывательная школа номер 5. Кубанский государственный университет физической культуры, спорта и туризма, факультет спорта. Мамишак Ислам Эдуардович, четвертый курс, средняя учебывательная школа номер 9. Донской государственный технический университет, академия строительства и архитектуры, факультет промышленное и гражданское строительство. Нажев Адам Азаматович, второй курс, средняя учебывательная школа номер 1. Армавирский государственный педагогический университет, факультет математика и экономика. Брантова Нина Махмудовна, третий курс, средняя учебывательная школа номер 1. Филиал Кубанского государственного университета в городе Армавире, экономический факультет. Ординян Тигран Аренович, первый курс, средняя учебывательная школа номер 1. Ростовская государственная консервантория имени Сергея Рахманова, факультет фортепиано. Чакалян Гаяне Аганесовна, магистратур, средняя учебывательная школа номер 1. Финансовый университет, представитель Российской Федерации, факультет международных и экономических отношений. Кагауджа Вальяна Беслановна, первый курс, средняя учебывательная школа номер 1. Ростовский государственный и экономический университет, юридический факультет, химиша Вадалина Асмановна. Пятигорский медико-фармацевтический институт, филиал Волгоградского государственного медицинского университета, медицинский факультет, янгольская Ольга Викторовна, пятый курс, средняя учебывательная школа номер 8. Северо-Кавказский филиал Российского университета правосудия, факультет правосудия, Поконова Зара Азаматовна, четвертый курс, средняя учебывательная школа номер 4. Ростовский государственный университет путей сообщения, факультет дорожно-строительные машины, Бондаренко Иван Александрович, четвертый курс, средняя учебывательная школа номер 8. Ростнодарское высшее военное училище летчиков имени Героя Советского Союза Сирова, авиационный факультет, Радаманов Идуард Романович, клинический курс, средняя учебывательная школа номер 7. Саратовская государственная юридическая академия, специальность судебная и прокурорская деятельность, Пшигонова Азида Кадыбечевна, четвертый курс, средняя учебывательная школа номер 3. С ответным словом от имени стипендиата выступил студент экономического факультета Армаверского филиала Кубанского государственного университета Тигран Ординьян. Пользуюсь возможностью хочу поблагодарить администрацию муниципального образования Кашкабовский район за полученную стилю. Это случилось благодаря моей школе, в которой преподавали очень талантливые и опытные преподаватели. Каждый учитель на стране вкладывал в нас не только знания, но и привязал любовь к нашей малой родине. Я уверен, что в будущем у нас будут еще большие награды и новые возможности. Хочу еще сказать, что стипендия Дембота Кашкабовского очень высокая награда для нас. И я уверен, что это будет большим стимулом для дальнейшего развития. Спасибо. От лица родителей выступила Рая Хасанова, выразив гордость за достижения детей. Рая Хасанова, район администрации Кашкабовского района. Рая Хасанова, район администрации Кашкабовского района. Дембота Кашкабовского района. Счастья, благополучия, мирного неба над головой. Еще раз всем спасибо. Завершилось мероприятие возложением цветов к памятнику Тимбота Кирашева и совместным фото. Это событие стало не только праздником для студентов, но и напоминанием о значимости образования и стремлении к успеху в жизни.